Девчонки, всем привет! В сегодняшнем видео хочу вам показать свой очередной заказ, который я сделала в компании Фаберлик. Не будем устраивать долгих прелюдий. Одно скажу, что все, что вы увидели, вы можете заказать в компании Фаберлик. Для этого вам нужно перейти по ссылке, которую я укажу в инфобоксе к этому видео, заполняете форму регистрационную и таким образом вы становитесь консультантом Фаберлик. Но это чисто условное понятие, вы просто можете заказывать для себя и получаете в офисе своего города. Распространять продукцию не обязательно, можете просто заказывать для себя и от суммы каждой вашей покупки будет начисляться кэшбэк от 15 до 26%, которым вы можете воспользоваться в своем следующем заказе. Поэтому все гоу под видео и регистрируемся. Приступим сразу к товарам, которые я заказала. Я немножко сейчас готовлюсь к осенне-зимнему сезону, хотя я все-таки надеюсь на то, что я проведу эту зиму здоровой. Ни разу не заболею, но тем не менее, в моей аптечке обязательно должны быть кое-какие средства, которые я люблю. Люблю и считаю, что они должны быть в каждом доме, тем более многие из вас знают, что я приверженница нетрадиционной медицины. То есть я стараюсь сначала испробовать какие-то другие методы лечения не аптечными, не химическими. Скажем так, не химическими, потому что и в аптеке тоже можно купить гомеопатию и витамины. Вот, и поэтому я, если хотите, кстати, скажите мне, я под этим видео дайте знак, либо, допустим, как-то отреагируйте, поставьте лайк. Если вы хотите, чтобы я вам показала свою домашнюю аптечку, то есть то, чем я пользуюсь при лечении простуды. Простуда, гриппа, ангина и так далее, чтобы я вам как-то более об этом подробнее рассказала. И вот я беру вот такой тонизирующий бальзамчик, артикул у него, я, кстати, артикулы все ставлю внизу, чтобы мне, если забуду, ну, как бы не останавливаться на этом, не вспоминать каждый раз. 16-24. Это тонизирующий аромабальзам, действует по принципу звездочки, наносите его на переносицу, в ноздри, на виски, я еще на уши добавляю, могу вот сюда вот на, не гланды, а вот, ну да, гланды получаются, потому что тут лимфаузлы у нас за ушами, здесь гланды. То есть я наношу это, вот когда чувствую первые признаки простуды, либо, допустим, когда я пришла и переохладилась на улице, тоже могу прийти везде, там, где мне нужно помазаться, чтобы не заболеть. Действует по принципу звездочки, у него действительно очень крутой состав, прям вот всем рекомендую зайти на сайт его почитать, я сейчас уже, к сожалению, не вспомню. Вот основные компоненты. Эфирное масло гвоздейки, мяты перечной, корица китайской, голубой египетской ромашки, майорана и эвкалипта. А есть еще вот этот тонизирующий бальзам, там, к сожалению, в каталоге, даже если вы посмотрите, не написано, что его можно при простудных заболеваниях, то есть очень как-то скомкано, непонятно. Были случаи, я вам постараюсь сейчас вставить слайды отзывов с сайта, с официального, люди даже лечили синусит, гайморит с помощью вот этого вот аромабальзама. Есть еще вместо тонизирующего, а не вместо тонизирующего, а вместе с тонизирующим, есть еще какой-то другой бальзам, точно не помню, как он называется, он от головной боли, потому что в каталоге вот не расписано, в каких случаях их можно применять, но они работающие, действительно работающие, поэтому могу смело всем рекомендовать. Также я из новой нашей коллекции в последнее время полюбила вот такие вот, такого цвета, скажем так, изумрудного цвета, разные украшения и вообще в принципе изумрудный цвет, я как поняла, он у меня к лицу, поэтому я заказала себе кольцо из нашей новой коллекции, из нашей новой коллекции новогодней, который есть и в 16 и в 17 каталоге будет, вот таким вот образом оно выглядит, очень красиво переливается на свету, сейчас это нельзя увидеть, потому что все-таки у меня здесь солнце не слепит мне в окно, поэтому вы не увидите, но оно красиво действительно смотрится и на руке, и на свету прям вот так вот переливается всеми цветами радуги, красиво действительно играют камни, которые сюда вставлены, и оно безразмерное кольцо, то есть подойдет, вот у меня вот этот палец, то ли 16, то ли 17 сантиметров, я точно не помню, оно мне, ну чуть-чуть так свободное, слетать оно мне не будет, потому что препятствует косточка, оно держится свободно, поэтому подойдет на 3 размера, это точно, ну рассчитывайте от 16, так как я точно не помню какой. Также я купила себе украшение, потому что планирую себе из 17 каталога взять повязку на голову, я хочу, у меня даже есть платье, которое я знаю, которое я уже одену, которое я знаю, которое я уже одену на Новый год, и вот это вот украшение, которое я купила, и эта повязка будет очень классно сочетаться с этим платьем, ну вот прям круто будет смотреться, вот так оно выглядит, это украшение, здесь у него длинная цепочка, поэтому его можно вешать как сюда, ну вот прям глубоко его, он у вас будет на груди болтаться, так вот и сюда, чтобы у вас кисточка прям упиралась в грудь, то есть когда между грудью кисточка болтается, она делает акцент на красивый вырез, но у меня платье будет закрыто, я не знаю еще, как я буду носить его, единственное, на сайте написано, что это розовое золото, но это далеко не розовое золото, так бы если бы розовое было бы, оно мне идеально, конечно, бы подошло под мой новогодний наряд, но это не розовое золото, к сожалению, это желтый металл, но вот может быть чуть-чуть что-то есть, то есть это не желтое вот такое вот золото, прям вот желтое-желтое, как солнце, нет, но и не розовое золото, потому что у меня из розового золота есть украшение лоранжевское, и оно действительно такое вот, красивое. Следующие товары у нас, поехали, это у нас будут уже новинки каталога нашего следующего, 17-го каталога, гель для душа, я еще пока ничего не пробовала, роза и фиалка не тестировала, это наши новиночки, роза и фиалка, гель для душа, если честно, даже еще не знаю, как пахнет, пахнет достойно, ну прям розы, фиалка я не чувствую, да если честно, я не особо знаю, как пахнет фиалка, но гель для душа, гель для розы я точно ощущаю. Потом у нас из этой же самой коллекции это жидкое мыло, теперь у меня полностью все будет в ванной стоять, из этого, из этой серии все будет благоухать и пахнуть одинаково, кусковое мыло розой и фиалка, и что у нас еще из розы и фиалки, больше нет у нас ничего из розы и фиалки. Дальше у нас пошла зимняя серия и это тоже наши новиночки, наши новиночки, это защитный крем для лица, клюква, девчонки я всем вам рекомендую приобрести всю зимнюю линейку нашу, зимнюю серию, у меня даже мужчины ее заказывают, потому что она действительно защищает кожу от холода, особенно у тех, у кого есть проблемы с кожей зимой, она обветривается, выступает какой-то диатесса. У меня года два назад начались проблемы, то есть какая-то стала типа аллергии влазить на... Вот смотрите, я вам в предыдущем видео делала на эту помаду свотчи, вот видите, не стирается. Ну конечно, если с усилием потереть и с каким-то чистящим средством, то вы сотрете, а так в целом остается на месте. Это наши металлические помады, посмотрите предыдущий видеоролик. Так вот, у меня даже берут мальчишки, потому что я столкнулась, например, с такой проблемой года два-три назад, когда у меня появилась аллергия на кожу от мороза. Я не совсем поняла, что это аллергия, потому что как только наступали холода, я выходила из перчаток, у меня вот эти вот места начинали трескаться. Причем трескаться не просто шелушиться, а действительно покрывались... Ну сначала шелушение, чешется прям, потом покрывалась корочкой, потом еще большей корочкой и доходило до растрескивания рук. И поняла я это только на второй год, когда опять наступила зима, у меня точно такая же проблема началась. И я стала пользоваться обязательно зимними кремами нашими для рук, обязательно стала одевать перчатки, обязательно стала утепляться, потому что, ну, как бы, аллергия на холод. Я впервые столкнулась с этим, я даже не знала, что, оказывается, существует аллергия на холод. Хорошо, что не на солнце, потому что лето и солнце это самое мое любимое время года. И вот многие задаются вопросом, а если я вот этот вот крем нанесу, не будет ли у меня пирога на лице? Потому что мы же наносим увлажняющий какой-то крем, сыворотку, вот этот вот зимний крем, потом тоналку мы нанесем сверху. И многие думают, а не будет ли у меня какой-то маски на лице? Нет, девчонки, если вы будете наносить не толстым слоем, если вы каждое средство будете наносить тоненьким слоем, то, наоборот, вам кожа зимой скажет спасибо, потому что у нас кожа зимой подвергается как нельзя сильнее всякими раздражающими факторами. Это снег, это перепады температуры, сегодня у нас плюсовая температура, завтра минусовая, это мороз, это ветер ледяной, это центральное отопление. Я сейчас заметила, что у меня кожа намного сильнее сохнет, и заломы стали появляться, складочки, то есть нужно не делать увлажняющие масочки. То есть наша кожа очень сильно страдает зимой, и поэтому она скажет вам только спасибо, если вы будете как можно больше ее защищать. И сыворотки, крема, средства защиты от мороза, тоналка, это все вам создаст дополнительную защиту, у вас кожа будет в идеальнейшем состоянии. Как только приходит холода, я обязательно начинаю пользоваться защитным кремом зимним, и все, у меня такой проблемы не возникает. Соответственно, на руки я еще дополнительно наношу зимний крем для рук. И еще что хочу сказать, вот этот вот крем, в отличие от предыдущего, показался мне несколько, потому что я его уже трипотестировала, показался мне несколько туговатым. То есть немножко его нанесите вот на руку, подержите какое-то время, там минутку можете, или допустим нанесли его крем, пока наносите свой дневной крем, пока он у вас впитывается, у вас он станет более пластичным, расплавится под действием температуры тела и станет более пластичным. И таким образом у вас будет намного лучше наноситься. Вот. Наверное, мы с вами на этом закончим, потому что у меня еще осталось много покупок, и я думаю, это будет мой третий видеоролик, следующий о приобретениях моих. Я с вами прощаюсь, до новых встреч на моем канале, подписывайтесь на этот канал, кто еще не сделал. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, сейчас плывут видеоролики, это видеоролики с моего второго канала, вы можете тоже подписаться, там видео, которое не связано у меня с продукцией Фаберлик, с компанией Фаберлик, это моя повседневная жизнь, куда я хожу, где путешествую, чем занимаюсь, с кем встречаюсь и так далее. То есть, жду вас там, ну, скажем так, жду хороших там людей. Вот. Все, гадость оставляйте при себе. Я с вами прощаюсь, до новых встреч на моем канале, желаю всем хорошего настроения, всем пока-пока.